Давайте вместе приготовим самый вкусный в мире миндаль. Други, ну, наверное, есть такие люди, которые вот позавтракал, пообедал и поужинал, и все. Это прям не про меня. Мне очень важно кусочничать. Я исторически люблю какой-нибудь себе устроить небольшой перекус, и в таких случаях меня, конечно, прям спасают орехи. Во-первых, их очень удобно взять с собой, положил в небольшой какой-то контейнер, кинул в сумку, и всегда у тебя есть полезный, достаточно легкий перекус. После рождения моего старшего сына у меня обнаружились какие-то аллергии практически на все фрукты, в которых есть косточки, а также на некоторые орехи. И вот если я сейчас съем одну сырую миндалинку, у меня случится прям аллергическая реакция. Но если я миндаль замачиваю на ночь в воде, то реакции у меня никакой нет. Опять же, если вдруг у вас тоже есть аллергия на какие-то орехи, пробуйте аккуратно, но видите, меня это выручает. И в принципе, говорят специалисты, что бобовые, все возможные фасоль, чечевицу, нут и орехи лучше замачивать на ночь, тогда они как-то легче перевариваются. Смотрите, как выглядит обычный сырый миндаль. Ну вот он перед вами, сырой миндаль. И сейчас я покажу вам, как выглядит миндаль, которую я замочила на ночь в воде. Обратите внимание, миндаль заметно набухает. Посмотрите на цвет этой воды. Мы сейчас с вами введем его в раковине, прям помоем. Сольем всю вот эту воду и прям под проточной водой будем смывать всю вот эту вот гадость, а дальше будем его готовить с розмарином. Розмарин – это одна из моих самых любимых трав с бараниной или, например, какой-нибудь яблочный галет. И вот к миндалю подходит идеально. И не поверите, но все вот эти лепестки, они абсолютно съедобны, они станут хрустящими, ароматными. Кайф! Что мы сейчас делаем? Мы в небольшом количестве масла. У меня сегодня оливковое специально для готовки. Буквально 1-2 столовые ложки. Подогреем наш розмарин. В масле раскроются все эти запахи, ароматы. И потом мы добавим наш миндаль, обжариваем его, немножко воды и яблочный уксус. Все это будет вывариваться, вывариваться. Погнали! Как только каждый орешек покрыло хотя бы небольшое количество масла, и все это начинает невозможно круто пахнуть, добавляем буквально пару столовых ложек воды. И не только же уксуса. Даже если вы небольшой фанат уксуса, я вам очень советую попробовать вот это сочетание. И сейчас наша задача дать возможность орешкам в этой чудо-жидкости немножко повариться. Когда испарится лишняя вода, и орешки снова начнут шкварчать маслей, мы снимаем кастрюлю с огня и перекладываем миндаль вместе с розмарином на противень, который обязательно надо застелить предварительно пергаментом, чтобы потом ничего не мыть. Слышите, как шкварчит? Все, у нас уже на дне осталось одно масло, вода испарилась. Снимаем орехи с огня и давайте их уже отправим в духовку. Наша задача просто как-то раскидать, разложить наш миндаль. И именно вот на этом этапе я предлагаю его обильно посолить. Вообще вот это вот сочетание соль и уксус, оно достаточно известное. И, например, мои самые любимые чипсы, это именно со вкусом соли и уксуса. Salt and vinegar. Классика. Духовку я уже разогрела до 150 градусов. У нас нет задачи прям поджарить его, нам это просто миндаль подсушить. Поэтому в таком виде я его отправляю минут на 25-30, потом помешаю и еще минут на 10-15, чтобы он подсушил. Так, пора мешать наш миндаль. Уже видно, как он начинал, начал подрумяниваться. Мы как раз берем заодно всю соль. Со дна. Я думаю, что мой миндаль хочет еще минут 10-15 усоваться в духовке. Вернемся к нему чуть позже. Духовка пищит, как мне раздражает этот звук. Но посмотрите, миндаль 100% готов. Я его сейчас оставлю в покое, на воздухе, и он еще затвердеет. Но, в принципе, уже видно, что вся эта красота будет хрустеть. И самое главное, помните, розмарин надо есть. Он здесь так хрустит, и он так напитался уксусом и солью. Короче, кайф. Лучший миндаль. Полюбуйтесь на него. Самый крутой, самый вкусный миндаль на свете. Мммм, меня дядь его обожают. Муж обожает. Особенно, если вдруг в пятничный вечер не хочется готовить ужин, сделать эту миг, как печет, этот миндаль. Самое оно. Други, лайки. Подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, что еще приготовить. Ничего вам хочется. Расскажите мне. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok